Если в этой сфере вот за это не биться, а только лишь, знаете, перекладывать, вы там нам не построили. Или вот там глава бьется, а вот ничего не получается. Но мы же все вместе должны в этом процессе участвовать. Есть проблема. Понятно, для чего она существует. Но это, конечно, в том числе и финансовые степени. Если муниципальное образование передано, если муниципальное образование есть ресурс, его можно задействовать по полной программе. Мы же несем тоже такие же затраты на его обслуживание, содержание, понимаете, и так далее, и так далее. Вот возьмите все эти составляющие, попробуйте проанализировать. Я вас уверяю, что многие вещи вообще решатся. Не так напряженные. Я еще раз говорю, я не исключаю той возможности, когда республика будет в соответствующем образом и достаточно мощно задать вопросы, а где их направление в том или ином районе. Понятное дело, потому что мы формируем не в одной территории, мы в целом переступим. Но это же участие совместного. Поэтому, когда есть резервы у себя, когда есть возможности у себя, надо и возможности в сети реализовать. Я вам могу сказать, что я уже правительству дал получение администрации. Стимулировать надо. Это один подход, а мотивировать другую. Так вот, имейте в виду, я сейчас вам говорю такие реплики, которые были процент сбора платежей за коммунальные услуги. Ну как, у нас проблема оплаты ресурсососновляющих организаций. Есть задолженность. И не платят поставщика. Все вот это одно за другим тянет. Понятно, что сети муниципальные. Надо им это перекладывать. Есть еще решения, которые, в принципе, они как на поверхности, так и более, так сказать, внимательно смотреть, имеют определенную перспективу быть реализованным. Поэтому, коллеги, вот, для того, чтобы все понимали, да, что вот, я не хочу вам обещать, вот сейчас приехал, проектировал, сейчас вот я там всех там остальных нагнул, банкнул. Я гарантирую, если повысите процент собираемости за коммунальные услуги, если соберете все платежи за муниципальную аренду и закроете чуть меньше проблем, связанных, так сказать, с использованием, там, эксплуатации жилищного фонда, бассейнного. Но это должна быть дорога с двухсторонним движением, понимаете, да? Потому что мы вроде, знаете, иногда бревна в своем глазу не видят, а с один начинаем, так сказать, рассматривать другие глаза. Давайте так, что есть ряд показателей, они все насущные. Более того, имейте в виду, в следующем году у нас 95 лет республики, и мы должны подойти более, знаете, так, развитые к этой теме. Понятно, что, конечно, хотелось бы к этому празднику иметь какие-какие давно желаемые объекты, которые уже так насущны постребованию населениям и делениям времени. Но я говорю, давайте вместе подойдемся. А я вам обещаю по-другому. Вот если вы поможете сами себе, мне будет легче принять это решение. Вот правда. Не потому, что я, знаете, я всегда привык решать вопросы конструктивные. Есть предложение, давайте обсудим. Просто жизнь заставила в определенных обстоятельствах работать, экономя каждый рубль. И от этого, наверное, такая, знаете, некая жадность. Но она хорошая жадность, поверьте себе. Не в смысле того, что я вообще жадный человек, а что я жадный для того, когда есть проблемы, а люди, не видя проблемы, пытаются, там, и тут приложить ответственность, сказать, что у нас не делось, не шаг. Еще раз говорю, это не умаляет того, что мы уже сделали. И сделали много. Он, блядь, сегодня заезжал, допустим, на лыжные столицы. Но вот приняли же решение, да. Сократили людям неудобства переодеваться в одном помещении, там, почти через полгода идти и так далее. Позитивно, здорово, молодцы, супер. И не потому, что там два олимпийских чемпионата, потому что востребованность есть. У всех есть. У всех, кто любит эту территорию, кто знает эту особенность, любит лыжи, спорт. Я вот все время думаю, почему я не люблю лыжи? А мне Сметанин объяснил. Он говорит, «А у тебя они хоть раз нормально были, намазали с маской?» Я говорю, «Нет, вообще не намазали». Он говорит, «Приходи на стадион, мы тебе с маской лыжи намажем, можешь, как бы уж кататься». Радости было. Вот я долго не мог, вот Сочинская олимпиада, зимний вид спорта, горнолыжный спорт, я за это никогда на лыжи не смогу. Неудобно же, знаете, все-таки занимаюсь этой проблематикой, надо все время трассы проверить и все остальное. Жизнь составляет. На коньках никто не катался. У вас хоккейный дворцы строят, у вас там будет такого уровня мировое спортивное событие, в общем, на коньки надо ставить. Так постепенно, степ по степу, мы все-таки изучаем, где-то во что-то внедряемся, что-то меняем. Вот если бы все так было здорово и стабильно, и все было бы так, знаете, сказочное, что-то лучше, ему надо было бы там какие-то, какие-то из-за этих трансформаций, оптимизации, еще что-то. Как оно идет, работает нормально, стабильно, все хорошо. Как это и заставляет вас меняться, но от этого становится лучше. Мы внедряем, мы изучаем, мы применяем. Оптимизируйте здесь, посмотрите, как вы лица друг в другом месте. Что-то же сказать. Ну просто, я знаете, к чему призываю? Не успокоимся. Не стандартно, что-то. Ну глава один не справится, он правил, коллега, знаете, сколько у него не было там желаемого, да, и парк такой сделал, понимаете. У меня, конечно, секрет открыт, почему у него две герой, я не буду рассказывать вам. Это такая история. Но тем не менее, это же, знаете, когда через 5 часа, значит, значит, это же вот. Не просто так, а нет, ну видите, да, там было, да, а что их было брать? А начнем, это грибинажное все равно стоит. А ведь нужно оказывается, и грибинаж сделать, а то, что будет приятно. Что фонтан был, что водопарк был, и освещение для него. Все, что, знаете, консьержность, как говорится, охрана сидит на Канаре, без душки на ту же душку сидел. Но это же здорово, понимаете? То, чем мы меняем облик, той среды, в которой мы с вами живем. Это такие вещи, на которых особо денег тратить не надо. Но от такого внедрения, в целом, понимаете, изменения, и ландшафта, и облика, и ощущения. Он говорит, вот мы там включаем бельян, бельянка, и облик, и классы это загорается. Это же здорово. Потому что понятно, что жизнь продолжается, что там. В течение такого длительного периода времени, это 10 месяцев, отопительный сезон, когда почти 8 месяцев, изменить сумерки, это же здорово, когда мы с вами живем, в этих условиях. Мы можем себе это позволить. И людям можно это создать. Спасибо. Спасибо.